Сегодня под Киевом попрощались с Ириной Ноздровской. Правозащитница, я вам напомню, исчезла 29 декабря, а уже 1 января было найдено её тело. Вчера в полиции сообщили, что задержали подозреваемого Юрия Рассашанского. Это отец Дмитрия Рассашанского, виновника в гибели сестры Ирины. Какие детали произошедшего известны односельчанам и друзьям Ноздровской, расскажет Елена Зорина. В село Демидов здесь уже который день дежурит полиция, чтобы не допустить эксцессов. Родители убитой правозащитницы и подозреваемые живут на одной улице, через перекрёсток. Дорогу к дому Рассашанских, сын которых насмерть сбил сестру, погибшей Ирины правоохранители перекрыли. К дому родителей убитой идут сотни людей, чтобы попрощаться. Тело больше недели не отдавали родным. Из-за экспертиз матери до последнего смерти уже второй дочери не говорили. Это убийство поставило на уши не только весь Демидов, но и всю Украину. Исчезнувшую правозащитницу Ирину Ноздровскую искали три дня, но нашли уже мёртвой в местной реке на выезде из села. Версий произошедшего было много, рассказывает общественная активистка Лидия Гончаренко. Она помогала юристке в суде с делом погибшей два года назад сестры Светланы Сапатинской. Говорит, в убийстве Ноздровской подозревали и наркоманов, и бывшего возлюбленного Ирины. Только под давлением общественности взялись проверять родственников виновника аварии. Сама Лидия уверена, мотив был, а вот коллеги в этом сомневаются. Ирина просила уже для этой особой убивки сестры 8 лет. И она сказала на последнем суде, это 27 грудня, что она готова надать доказы фальсирования судово-медической экспертизы по сестре. Если человеку погрожили два с половиной года, эта семья, если она сказала, что это на каждом суде, если она писала заяву, если били ее доньку, понимаете, и была открыта криминальная справа, то нужно их проверить. Ну, я бы еще проверила судя, этого дядька, которого Ирина, очень боялась. Я знаю, что их сразу вызвали на допыт, сразу. Ну, и что, тиждень шукали, чтобы найти отца? Ну, вы видели, сколько все это шукало, сколько было затрачено, усилився, вся страна на вухах стояла и нашли отца через тиждень. Ну, думаю, что это не он. В селе, говорят, Росошанских мало знают, они жили больше в Киеве, в Демидов приезжали как на дачу. Но то, что с их стороны были угрозы, в адрес Ноздровской подтверждают, хотя и сомневаются, что отец виновника ДТП Юрий Росошанский настоящий убийца. Конфликты, конечно, были, а как же, до того не были, уже после этого, как убили сестричку, добили. И отец не один раз сказал, как приезжал из заседания и суда, что на суду еще угрозы были. Люди говорят, что отец Росошанского этого сделать не мог, за станом здоровья. Что он инсульт перенес еще пять лет назад, и что он вообще с палочкой ходит. Отпевают Ирину Ноздровскую в закрытом гробу. Хоронят на сельском кладбище рядом с погибшей в аварии с сестрой. Активисты расследования убийства правозащитницы обещают довести до конца. А уже завтра планируют собраться возле генпрокуратуры, требовать отчета о ходе дела.